И так, ладно Перерыв на этом заканчиваем И идем дальше качать отношения Вперед Так, следующая у нас будет Агнес Посмотрим, что у нее Так Ваны и товарищи решили сделать небольшой перерыв Во время Патруля Группа разделилась, чтобы свободно проводить свое время самостоятельно Ну, типа я был с Агнес Зачем им разделяться Ну, ладно И так Вроде бы место встречи где-то тут О! Юмечка И все остальные дети Так, что здесь происходит Ван Агнестян О, я слышала, что это только для детей Но Вы двое Да На самом деле Я уже Помогал организовывать Подобные события Несколько недель назад Стоп Поэтому В результате Нам предложили устроить такое же мероприятие Дабы с воздуха посмотреть на столицу Ну и меня тоже пригласили присоединиться Мне, если честно, было довольно интересно Увидеть это еще С тех пор, как Было предыдущее событие Так, ну я не особо понимаю всех деталей, но Я бы тоже хотел бы пойти Если бы могла И раз такое дело Вы не против присмотреть за Юми На всякий случай Ну и ну Ладно, ничего не поделаешь Ну что ж Давай повеселимся Юмитян Ура Итак, вижу Агнес Клодал сама И ваш спутник прибыл Ну что ж Дальше мы отправимся В аэропорт Аэропорт Поэтому Будьте осторожны Не теряйтесь Окей И таким образом Вана Агнес Детей Привилевый аэропорт Столица После чего Они Сели на борт Корабля Вместе с детьми А Полета И другие родители Сопровождали Ага О как Ну Сопровождали до аэропорта И там уже попрощались Как бы Сами родители Не идут с нами Не поместимся Что ли Да Высоко Мы Однако Когда смотришь Вниз Чувствуешь Будто Вот-вот Тебя засосет Это немного Пугает Ой да ладно Ты перегибаешь Палку Я конечно Первый катаюсь На подобном Держабле Но Это приятный опыт Ну Я очень рад Слышать Что Вы двое Хорошо проводите Время О Я не видел Тебя Когда мы садились На борт Но похоже Вы тоже Все время Были тут Еще раз Большое вам спасибо За то что Пригласили Нас сегодня Да нет Никаких проблем Изначально Мы планировали Устроить Какое-то Событие В знак Дружбы С республикой Но После Твоего Предложения С полетом Над Урассионом Мы решили Использовать Эту же Идею И тут Ну и Само собой Знак Благодарности Мы решили Позволить И вам Молодая Леди Насладиться Прекрасным Видом Учитывая Что именно Вы Предложили Эту Идею Да нет Это я Должен Говорить Вам Спасибо Это вы По сути Одолжили Нам Ваша Дирижабль Не вникая Во все Подробности Зачем Он нам Нужен Да не Стоит Благодарить Кроме того Мы Наслаждаемся Прекрасным Живописным Полетом Так что Давай Нам пока что Оставим Все формальности Мы если что Будем находиться В другой части Корабля Так что Если что то Понадобится Не стесняйтесь Дайте нам знать Если вам что то Понадобится Да уж Мне все еще Довольно трудно Привыкнуть К этому Принцу Но По крайней мере Эти двое Похоже Хорошо проводят Время Тоже Эй Ван Агнестян А вон То здание Это Монмарт Да нет Монмарт Довольно Далеко Отсюда И да Будь Быть энергичной Сегодня Можно Но Тебе нужно Быть еще И осторожной А то Упадешь Хорошо Я поняла Эй Дирижабли Это так клево Мы можем летать Так высоко На них Однако Как такой Большой корабль Вообще Держится В воздухе Ну это все Благодаря Использованию Правильного Продвинутых Технологий Орбал Видишь ли Двигатель Этого Корабля Принимает В себя Орбал Энергию И Преобразует Ее Для Генерации Антигравитационного Поля Который Позволяет Кораблю Оставаться В воздухе Хотя возможно Такое Объяснение Для тебя Немного Сложное Да нет Я как раз Все поняла Короче Орбал Энергия Это Круто Да уж Вижу Ты действительно Много Знаешь Ну просто Я немного Заинтересовалась Дирижаблями После случая В Оресионе Так что В свободное Время Я читаю Книги Технические Руководства И другие Материалы Связанные С дирижаблями И кораблями Ничего себе Эй А вы похоже Обсуждаете Что-то Интересное Мы тоже Хотим Послушать Да Я тоже Хочу Узнать Как Работают Дирижабли А вы Очень популярны У нас Сегодня Агнес Сенсей Да Не то Что Я бы Да Похоже Все-таки Не зря Я все Это читала Хорошо Тогда Позвольте Мне Объясните Это Так Чтобы Было Легко Понять Эй Мы тоже Хотим Услышать Более Больше Деталей Ну Ну ладно После чего Этот Импровизированный Урок Агнес Был Хорошо Воспринят Детьми Спустя Какое-то Время Когда дети Пошли Немного Отдохнуть Другой В стороне Корабля Иван И Агнес Остались Одни Да Уж Ты Вижу Действительно Хорошо Можешь Ладить С непослушными Детьми Даже И Ты Помогла Так же Им Всем Больше Понять О Дирижаблях Знаешь У тебя Действительно Есть Способности К Обучению Ну В основном Это Благодаря Тому Что Юмитян Так Сильно Хочет Учиться И Спрашивает Обо Видно Башня Трион Да Отсюда Она Выглядит Впечатляющей Не Зря Это Достопримечательность Столицы Это Башня Трион На самом Деле Была Разработана Моим Прадедом Да Должно быть Он действительно Опередил Своё время Если Дизайн Этой башни Был разработан Более 50 лет Назад Думаю Меньшего И не стоило Ожидать От Профессора Эпиштейна Наверное Кстати Мой Прадед Также Приложил Руку К Развитию Дирижаблей Основная Теория Преобразования Орбал Энергии В Антигравитационное Поле Исходит Из Данных Которые Он Собрал С С помощью Генезиса И Именно Так Его Ученик Профессор Рассел Смог Закончить Разработку Двигателей Для Дирижаблей Чем Больше Я Слышу О нем Тем Безумнее Он Кажется Но Именно Благодаря Твоему Прадеду Мы Можем Наслаждаться Прекрасной Экскурсионной Поездкой По небу Как Сейчас Ну Если Думать Об этом В таком Смысле То Думаю Да Знание Моего Прадеда Принесло Нам Нет Он Принес Всем На этом Континенте Улыбки На лицах Ну Ну Да Напоминаю Войны Как-то Я думаю Об этом Это Действительно Делает Меня Счастливой Действительно То Что Больше Всего Сейчас Застряло В твоем Сознании Так Это Вооружение Нового Поколения Которое Было Представлено На Церемонии Ведь В конце Концов Даже Ассалт Фрейм Который Должен Превзойти Солдат Империи Является Результатом Его Работы Да Да уж Вансан От тебя Ничего Не скроешь Ну Согласно Его Мемуарам Мой Прадед Хотел Использовать Порбал Технологию Чтобы Обогатить Жизнь Людей А еще Он сказал Что Ищет Способ Для Всей Зимури Для Всего Континента Зимури Сосуществовать В мире Однако Сейчас Мы Пришли К тому Что Наиболее Продвинутое Применение Орбал Технологии Это Сфера Вооружения И Тот Кто Приложил Руку К Ускорению Этого Развития Здесь В Колварде Это Мой Собственный Отец Президент Грейм Харт И Это То Что Удручает Меня Больше Всего Слушай Я не думаю Что Это Проблема Которую Ты Должна Решать Самостоятельно Да Я понимаю Что Тебе Не Безразлично Поскольку Все Таки В это Участвует Твой Член Семьи Да И Мемуарок Моего Прадеда Скорее Его Дневники Я Нашла Отчет О Развитии Орбал Технологии Орбамент Орбамент Это устройство Которое Позволяет Людям Вмешиваться В В Жизнь В Мира Мы продолжаем Совершать Много Ошибок Пытаясь Развивать Технологии Но Но Когда Когда Когда-нибудь Эта 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 Технология Поможет Нам Раскрыть Истинную Природу Этого Мира Он Он Также Дальше Описал Вещи Которые По его Мнению Произойдут В будущем Ведение Воин С Использованием Орбал Технологий Рождение Силы Не Подвластные Человеку Он Думал Что Технологический Прогресс Будет Продолжаться Бесконечно Даже Без Нас Ну Кстати Если Вспоминать То Профессор Эпиштейн Был Первым Кто Предложил Идею Технологической Сингулярности Несмотря На то Что Некоторые Моменты Звучат Правдиво Обычный Среднеэстетический Человек Вероятно Посчитает Это Бредом Но Учитывая Что Мы Говорим Об Отце Орбал Революции Человеке Что Создал Генезис Мы Не Можем Относиться К этому Как К Какому То Бреду Ну Я Думаю Тот Факт Что Я Унаследовала Его Мемуары Это Хорошо Это Стоило Того Это Не Зря Случилось И Я Знаю Что Мой Отец Президент Республики Пытается В какую То Сторон Направлять Республику Но Что Я Хочу Сделать Что Мне Следует Сделать Меня Очень Сильно Расстраивает Тот Факт Что Я Чувствую Себя Бессильный И Не могу Повлиять На Что Либо Из Этого Я Уверен Что Твой Прадед Чувствует Облегчение Сейчас Ты Присоединилась К Офису Решения Проблем Выступала Против Эй Искала Генезисы И Находила Их Ты даже Набралась Смелости Пойти Против Своего Отца Направилась В Орисион В место Которое Могло бы Стать Твоей Могилой Ты бы Не смогла Это Все Сделать И Зайти Так Далеко Если Если бы Ты Не Была Бы Не пыталась Брать Ответственность За свои Собственные Действия Каждый День Ну это Это было Просто Мое Отчаянное Желание Найти Что-то Чем Я могу Заняться Да Именно Именно Поэтому Я думаю Что это Не то Что мог бы Сделать Любой Другой Человек Ты действительно Оправдываешь Имя Прав Внучки Профессора Помимо Прочего Как Дочь Действующего Президента Очень Много Думаешь О будущем Республики К тому же Ты начала Работать В офисе Решения Проблем Для того Чтобы изучать Мир И понять Чем ты хочешь Заниматься Дальше Не так ли Да Не конечно Есть еще Куда Двигаться Но думаю Что я Начал Идти В правильном Направлении И теперь Я должна Продолжать В том же Темпе Идти вперед И учиться Мой прадед Мой отец Президент Надеюсь Они будут Верить В меня Пока Я занимаюсь Работой Которая Не является Ни черной Ни белой А находится Где-то В серой зоне Между ними Ну вот Сказала Это Своими Словами Не уверена Что именно Благодаря Тебе Вансан Я Пришла К такому Образу Мышления Так что Позволь мне Когда-нибудь Отплатить Тебе За это Я ничего Не сделал Это Определенно Все Твои Собственные Усилия И я Уверен Что Если ты Продолжишь В том же Духе То Очень Скоро Сможет Разобраться С генезисами Надеюсь Всем Внимание Мы Надеемся Вам Понравился Тур По Небу Эдита Дирижабль Скоро Приземлится Поэтому Пожалуйста Приготовьтесь К посадке Мы Просим Всех Кто Все Еще Находится Снаружи Войти Внутрь И Занять Свои Места Что Неужели Все Время Так Быстро Прошло Да Ну Мне Знаешь Очень Понравилось Но Но Думаю Пора Возвращаться В В Наш Город Что Имеет Как Светлую Так И темную Сторону И И И Таким Ван Агнес Агнес Юмия И все Остальные Дети Усладились Этим Полетом Вокруг Вокруг Столицы И После того Как они Попрощались С Принцем Ван Вернулся К патрулированию Города Ну Знаете Этот Ивент Все Таки Очень Важный Для Сюжета Как По Мне Ставить Его В Дополнительные Ну Ну Ладно Хотя Как мы Заметили Тут есть Очень Много Ивентов Которые Да Они Дополнительные Но Очень Важные Для Сюжета Матвей Ну Да Ну Это Хорошо Конечно Наверное Так Давайте Ресет Так Ван хороша и так можешь попробовать пошевелить рукой чувствуешь ли ты какой-нибудь дискомфорт с такими настройками нет скорее я чувствую что смогу выполнять еще более точные движения чем раньше ну на вид вроде все отлично а то опа это новая обновленная деталь была сделана по технологии мордука разделила блин это сложно я также попыталась сделать определенное разделение благодаря чему тело будет получать сигнал от мозга немного по-другому кроме того я улучшила точность кожаных сенсорных рецепторов благодаря этому теперь она будет ощущать все больше нет благодаря этому ее ощущения будут более настоящими не конечно не особо понимаю все эти сложные технические детали но по сути теперь она обновленная версия да да она стала немного более хрупкой теперь поэтому нагрузка на реальное тело ресет увеличилась к сожалению не все ее части тела получили обновленные части новые из-за чего ее общий баланс теперь изменился и это меня немного беспокоит именно поэтому я хотела бы провести небольшой тест где и ты тоже будешь участвовать ван сан фу ван кун в смысле ладно я поняла хотя это наверное да я поняла это будет мой первый раз эм так стоп какие тесты сейчас будет первый раз это не помешает твоей повседневной жизнью и твоему отдыху мы можем это сделать потом да нет сейчас даже лучше я смогу получить больше практических данных чем если бы это был формальный тест так что пожалуйста хорошо все-таки благополучие моих работников для моего офиса решения проблем очень важно ну что ж ты готова начать да извини что беспокоить тебя и с нетерпением жду поработать с тобой и таким образом ван и ресет начали тестировать ее обновленные детали так ну что ж вроде бы никаких проблем в использовании клавиатуры однако я чувствую каждую клавишу как-то больше что ли чем раньше интересный свежий опыт ощущение прикосновения к клавишам да знаешь я никогда не задумывался о подобных мелочах но наверное это очень важно вот так так Это он о Викторе, что ли? О, вижу, ты тут хорошие записи ведешь насчет старика Ну, я как бы с самого начала собирался платить из моего сенсея в отличие от нашей актрисы так что проблем не будет А, понятно, о чем он Если Джудит сама услышит это, думаю, она расстроится Знаешь когда вот ты на кухне так стоишь такое чувство, будто ты настоящая горничная Да, но, к сожалению я не могу делать работу по дому почти так же хорошо, как свое основное Эээ, Солар, уже что-то так рано Давай пока Однако, теперь я могу готовить и делать другие вещи лучше, чем раньше Понятно И раз такое дело может, хотите, чтобы я приготовил какой-нибудь легкий обед О, хорошая идея Хотя, скорее, легкий ужин а то бывает бывает, что иногда ночью я хочу поесть О, Господи Однако, есть одна тварь которая тусит всю ночь и потом возвращается и роется в холодильнике посреди ночи Ну что ж, ладно тогда я приготовлю что-нибудь легкое Но в то же время поможет вам насытиться Так, ну вроде с вождением проблем нет Думаю волноваться не о чем Да, но вес руля теперь ощущается по-другому И помимо прочего теперь я в рычаг переключения могу плавнее нажимать Кстати, Ван а вы Ван сама вы в последнее время тут ничего не меняли? О, заметила Но самое важное это умение хорошо обращаться с машиной для тебя А, понятно Так, надо немного изменить фразу про другое оказывается Ну, значит ты поняла Ну, вообще-то еще обращаться со всеми этими новыми деталями Не так легко Нужно время чтобы привыкнуть и разобраться во всем Ну, как бы то не было я еще далеко от того чтобы завершить кастомизацию машины Так что с нетерпением жди новых наворотов Хорошо Буду ждать В зависимости от кастомизации мы могли бы использовать это потом как образец для бронемашин и других транспортных средств для нашей компании Кто бы сомневался что у тебя в компании все будут использовать для подобных целей Ну что ж последнее это испытание Боевое испытание Ты готова на ресет? Да предоставьте это мне И вперед Так В бою они подтвердили что никаких проблем нету и она отлично со всем справилась и тест потом был завершен Они связались с профессором Эсмери и снова встретились в офисе Ну что ж Я убрал логотип Так Я посмотрел все данные что ты мне предоставила и похоже что дополнительная нагрузка была не была проблемой Ты без проблем сможешь использовать и дальше эти части Правда? Я думал ты захочешь их забрать обратно Я так и думал поступить изначально Но учитывая что у нас праздник я решила устроить тебе подарок Нормальный подарок И благодаря данным которые я получила от тебя только что я поняла что проблемы с практическим использованием конечностей быть не должна И знаешь с тех пор как ты перевелась сюда Ресет Диан Мы начали получать более качественные данные И это помогает нам быстрее прогрессировать в наших исследованиях Вот как Ну большое спасибо Ну что ж думаю мне пора возвращаться Я побыстрее хочу проанализировать все данные которые вы мне предоставили более подробно Ну Иван Кун спасибо тебе за помощь тоже И ты хорошо постаралась Ладно Давай сделаем небольшой перерыв а потом вернемся к работе Да вам если пропущу пропущу но все же вот как мы можем его сделать прямо сейчас вот как Ладно вам сама не могли бы вы притянуть мне ладонь Ярастов нет Что за тест Ярастов рано какой поцелуй в следующей части только сейчас только за руки максимум Ну это тест на контакт с другим человеком Я хотел посмотреть будет ли мне неприятно если другой человек прикоснется ко мне Мне было интересно когда кто-то касается меня или я касаюсь его неприятно бывает неприятно этому человеку касаться меня именно ее а не она кого-то лично для меня нет никаких проблем ни с касаниями ни с захватами понятно ну я не ощущаю ничего такого необычного и неприятного знаешь знаешь если бы я не знал что это искусственная рука я бы даже никогда не сказал что это ненастоящее мне я очень рада слышать это с моей стороны я ощущаю прикосновения более четко чем раньше я прямо чувствую тепло вашей руки вам сама понятно вот я начинаю смущаться немного ну ладно думаю достаточно большое спасибо вам сама и растов и что ну вообще-то тут должен был быть другой костюм и скорее всего там не была перчатка ну ладно я ничего абсолютно как так с а и так ну а до 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 Несмотря на то, что Это все Ненастоящее Несмотря на то, что тело у тебя Ненастоящее, как по мне Я не особо Чувствую какую-то разницу От настоящего Нет Различия, безусловно, должны быть Технология, конечно, прогрессирует с каждым днем Но воссоздать человеческое тело Задача не из легких Так что на данный момент По сравнению с Настоящим телом Мое Может где-то 70% Настоящих Ощущений Ощутить И благодаря сегодняшнему Обновлению Эти ощущения Стали где-то на 0.67% Точнее Понятно, значит Остальное все зависит от Мордука и профессора Ну да Как уже сказала Молодая девушка Молодая девушка с куклой Мое тело Это не то, что я могу считать настоящим Оно всегда будет искусственно Но я все равно не могу Переставать мечтать Чтобы у меня было настоящее тело Наверное я слишком многого хочу Но все же Настоящее тело Ну Это нормально Хотеть настоящего тела В твоем случае Однако Учитывая, что ты вполне можешь Ощутить Настоящие чувства Ты не думаешь, что это уже Делает тебя Достаточно настоящий Вот Смотрим Например Есть люди, которые любят С чего? Да Которые Которые любят Щукотку А есть те, кто Боятся ее Сейчас будем ее щекотать И ни в одном из этих случаев Нельзя сказать, что кто-то из них Ненастоящий Или неправ Эти различия возникают Из-за того, что они Сделаны из плоти и крови? Нет Это все возникает Именно из-за чувств Что они испытывают Я не знаю, как это объяснить Но По сути То, что я хочу сказать Это то, что Неважно Является ли твое тело Воссозданным Или нет Это не имеет значения До тех пор Пока у тебя есть чувства Которые Которые являются Настоящими Поняла? Да Я не забуду этого Наверное Я слишком зациклилась На разнице Между настоящим И искусственным Тогда я бы тоже хотел Кое-что вам сказать И надеюсь Вы это не забудете Для меня Агнус сама И всех остальных Вы, Вансам Без сомнений Являетесь Кем-то настоящим За чью руку Мы будем держаться Несмотря ни на что Интересная вещь Ты говоришь Ты точно изменилась Но Я очень благодарен За это Так После этого Ван и Ресет Наслаждались Небольшим Отдыхом В офисе Какое-то время После чего Они вернулись К патрулю Да Вансама Ван И действительно Субтитры Нет 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 Да Неплохо Прямо под конец Ивент вообще нормально Так Зашел Так Ну что Остался последний Аарон Так Это основной Сейф Тейврус Ну Да Ну а вы что скажете Как вам Ивентик Ну Тейврус Оно Ненастоящая Как ты сам видел Там были провода И так далее Когда ее ломали Так что Рожать она Не может К сожалению Так Привет Степан Ну ладно Идем дальше Аарон О господи Ну Наверное Нечто подобное Нужно было ожидать От Аарона Ну 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 Не могу поверить Что ты привел Меня в это место Ну Я видел Что ты Свободен Так что Я подумал Это как раз Идеальный момент Так Если ты Привел Меня Сюда Для того Чтобы Сразиться Со мной Я не буду Этого делать Даже если Это тренировка В другой день Ну Это не совсем Так Видишь ли С мафией Мы разобрались Так что У тебя Наконец-то Груз Плеч Снят Ну Ну Да Но Для меня Это не так У тебя Осталось Какое-то Незаконченное Дело Да Я до сих пор Не смог Победить Тебя Хотя бы Раз Это Так важно Не Не ты Не я Не из тех Кто Посвящает Все Свои силы Чтобы Освоить Путь Боевых Искусств И все же Тебя 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Срань Субтитры подогнал «Симон» 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 Но иногда я думаю Это нормально Не торопить события Как старик И знай Что я никогда не буду против Выпить вот так с тобой Такие моменты Господи Необычно слышать От тебя такие слова Однако Оставляй мою проблему в сторону Я думаю, что время от времени Тебе стоит быть Более честным Самим собой И полагаться на других Да, возможно, ты еще Сопляк Но моя обязанность Заботиться о тебе Пока что Да, просто не перебарщивай Так, после этого Они оба наслаждались Выпивкой Никуда не спеша После того, как они вернулись на поверхность Они продолжили свою деятельность Ну все Как-то Быстро У Ара Не прокачаны Насколько это возможно И дальше нам остались Сюжетные сценки Так, простите Отвлекли Так вот Нам остались Сюжетные сценки И Саб-евенты Синие Но это уже сделано В следующий раз Так что продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok